это новый redmi note 8 pro приблизительно за 7000 гривен я с ним уже почти неделю и хочу поделиться впечатлениями с вами можно ли что-то купить лучше за эти деньги давайте разбираться меня зовут руслан самоваров а это опыт использования xiaomi redmi note 8 pro у меня кстати для вас сразу две новости во первых у меня сегодня день рождения это повод поставить лайк и поздравить меня в комментариях а вторая новость то что мы будем транслировать презентацию ван класс 7т и 7т про там где мы будем кое-что разыгрывать если вы понимаете о чем я я абсолютно всем кто зарегистрируется для участия в этом конкурсе будет тоже очень приятная плюшка вся информация находится в описании к этому видео поэтому уже ставьте колокольчик чтобы не пропускать этот стрим скоро посмотрим на новый ван класс ну а теперь возвращаемся к redmi стекло gorilla glass пятого поколения как на дисплее так и на задней поверхности аккуратный каплевидный вырез и относительно небольшая рамка снизу красиво как вам кстати такой градиентный зеленый цвет пишите в комментариях мне понравилось особенно учитывая то что зеленый цвет так называемый эден это один из самых модных цветов сезона 2019 2020 ну то есть вот зимы по версии компании pantone смартфон хорошо лежит в руке но если у вас сухие руки иногда норовит выскользнуть в комплекте силиконовый чехол но когда его одеваешь магия зеленого перестает быть магией мне не нравится как он выглядит и я точно не хотел бы с ним ходить но я уверен уже можно найти кучу альтернатив это же смартфон xiaomi рамка по периметру смартфона на первый взгляд кажется металлическая но на самом деле это пластик не стоит обольщаться но выглядит реально как металл мне кажется что это наверное даже правильное решение потому что во первых так это позволяет сделать смартфон еще дешевле а во вторых не увеличивают его вес потому что он то и с пластиковой рамкой весит 199 грамм интересная особенность защита от пыли и влаги по стандарту и 52 это одна из самых минимальных защит от воды ну то есть по сути от брызг но носим лотке тут такая хорошая резинка стоит так что может и больше просто решили не рисковать у этого смартфона почти нет компромиссов по интерфейсам тут вам и тайп си три с половиной мини джек и к порт но лото гибридные можно установить или сим плюс карта памяти или две сим но уже без карты так что если вы собираетесь пользоваться двумя sim картами я вам рекомендую сразу подумать сколько вам понадобится памяти на основном накопителе благо есть из чего выбрать а вот что мне понравилось так это сильно выпирающий из корпуса модули камер и не из-за того что может поцарапаться стекло прикрывающие объективы как раз нет вокруг них маленький порожек который возьмет удар на себя и не дотрагиваются до поверхности когда смартфон лежит на задней панели вокруг модуля постоянно скапливается пыль выглядит это не аккуратно избежать такого после кармана просто невозможно если одеть чехол она не так глаза кидаются но все равно пыль там есть и придется с этим жить а вот сканер отпечатков который находится в блоке с камерами на удивление очень удачно расположился в теории я думал что будет проблема как на samsung когда-то хочешь разблокировать смартфон отпечатком и тыкаешь пальцем в камеру на практике я ни разу не промахнулся когда берешь смартфон в руки ты плавно поднимаешься пальцем по корпусу и сразу попадаешь в сканер ну вот невозможно промахнуться и кстати он очень быстрый прям молниеносный ошибок сканирования не было ни разу помимо него есть разблокировка лицом работает она отлично пока есть хорошее освещение причем даже под большим углом и на расстоянии вытянутой руки это удобно если у вас смартфон допустим в автокреплении на торпеде при недостаточном освещении он срабатывает не так быстро ну а когда полная темнота он вовсе не работает ну потому что это же просто камера дисплей ps и вы знаете он весьма хорош диагональ 6,53 дюйма разрешение 2340 на 1080 детализации вопросов нет слову забегая наперед тут есть черный режим интерфейса хоть это и не amoled но визуально мне было приятнее именно вот с таким night mode режимом для настройки цветов дисплея есть классическое колесо и ряд предустановленных режимов я не всегда говорю про это но вот конкретно тут я сразу его сделал теплее заводская калибровка мне не понравилась она какая-то сильно холодная но решилось это легко рекомендую вам тоже если будете брать его поиграться с цветами что касается яркости она тут по заявлению производителя 500 нет на улице дисплей вполне читаемый но прям под солнцем хотелось бы все-таки чуть больше а вот то есть чем я не разобрался вернее разобрался но оно так нормально и не заработало это автояркость постоянно то сильно темно то сильно светло это вот реально не первый раз когда на смартфоне сяоми автояркость работает так себе приходится ее отключать но соответственно когда ты ее отключаешь у тебя больше садится батарея потому что ты как правило всегда принудительно ближе к максимуму ставишь в общем не первый раз так и обидно ближе к концу 2019 наверно уже не стоит обсуждать каплевидный вырез под камеру да не стоит короче не будем у меня на обзоре не глобальная версия смартфона эта версия для китайского рынка международной пока нет глобальной прошивки тоже нет и это я все к чему потому что мы сейчас про производительность будем говорить работает not 8 про не на snapdragon и как все хотели ожидали и в общем то что ж еще а оказалось есть еще что не диатек helio g90t g90t и вот это пожалуй самое такое подозрительное что было в этом смартфоне смартфон работает очень быстро и к скорости работы интерфейсов у меня нет вообще никаких вопросов в играх ситуация спорная допустим pubg работает на ультра настройках которые слову доступны на нем с включенными сглаживаниями тенями и все летает спустя полчаса игры температура на задней панели поднялась до 46,2 градусов это очень ощущается руками но при этом троттлинга не было смотрите на график фпс gamebench все стабильно в других играх в общем то ситуация такая же все работает на максимальных настройках и никаких проблем нет но по-прежнему греется и ситуация действительно спорная потому что на сегодняшний день ну можно сказать что все отлично просто как долго смартфон может работать на таких температурах ну там год-два может полгода в общем покажет время я думаю что даже с обновлением прошивок возможно они как-то сделают работу процессора более эффективной производительность также хотелось бы добавить наличие bluetooth 5 версии инфракрасный порт двух диапазон и вайфай и nfc nfc это просто прекрасно тоже это недорогой китайский смартфон в котором получается есть все и тайп си и хороший процессор и три с половиной миниджек и карта памяти и nfc но к сожалению вот конкретно в моем смартфоне я имею ввиду сейчас про версию для китайского рынка запустить его не получилось то есть как функция nfc работает на google п не подключается ждем global очку камер очень много и они супер классные по крайней мере так написано на самом корпусе 64 мегапикселя как гордо и пафосно так я вам больше скажу именно из-за этого модуля samsung на 64 мегапикселя тут их установлен mediatek процессор стоило ли это того что мы имеем по факту основная камера днем действительно хорошо справляется даже со сложным освещением а если включить режим 64 мегапикселя то детализация прям хороша но не стоит обольщаться мы же понимаем что 64 мегапикселя на смартфоне это наверно маркетинг давайте сравним несколько кадров снятые в обычном режиме и на 64 мегапикселя при ближайшем рассмотрении детализация действительно выше намного выше чем в обычном режиме и будьте готовы в таком разрешении файлы занимают около 20 мегабайт памяти так что явно не на постоянной основе так снимать но если надо больше деталей отлично подойдет работа hdr не сильно агрессивно я бы даже сказал его немного не хватает при сложном свете светлые области иногда все равно ловят какие-то пересветы есть широкоугольный объектив без автофокуса снимки неплохие но пока есть освещение с приходом темноты качество сильно меняется ну оно и понятно светосил у него всего лишь 2 и 2 а вот что порадовало портреты причем как алгоритм отделения объекта от заднего фона так и имитация глубины резкости обратите внимание на рубашку объект не просто был отделен от фона он объемен видеть такой эффект на смартфоне за такой ценник это очень приятно вечером ситуация меняется и в авторежиме на основную камеру уже каша получается но есть ночной режим и вот в нем то очень круто то не очень ну допустим вот это хорошо а вот это не очень а если в кадр попадает небо получается какая-то дичь шумная так что в ночном режиме без неба можно получить хорошие кадры так что если обобщить по камере то можно на него получить очень крутые кадры так что прям не верила что это бюджетный смартфон главное ведь руки ну и съемка видео есть режим 4к 30 fps без стабилизации фулл hd он пишет со стабилизацией и есть режим супер слоумоушенов 960 fps пишет он 720 но так вот не скажешь что это 720 больше похоже на 480 и очень сложно попасть тот момент который вам действительно нужен но наличие такого потрясающего действительно замедления на бюджетном смартфоне я считаю круто и последнее о чем я хочу сказать аккумулятор он тут на 4500 миллиампер час и держит он хорошо не отлично а вот именно хорошо обидно получается ведь это действительно большая емкость на сегодняшний день но медиатек делает свое дело вы должны быть готовы к очень активному дню работы при 5-6 часах экрана в комплекте есть зарядное устройство 18 ваттная которая заряжает его за полчаса на 30 за час на 61 полтора часа примерно 90 и зарядка на сто процентов занимает около двух часов и это не быстро согласитесь ребят вот такой вот у меня опыт использования xiaomi redmi redmi это ж другая компания by xiaomi в общем такой вот опыт использования у меня получился если остались какие то вопросы пишите в комментариях и напишите в комментах с какими смартфонами вы хотите увидеть сравнение потому что мы этот телефон еще никуда не отдаем и продолжаем его мучать тестировать и сравнивать с кем-то другими смартфонами в этой ценовой категории так что пишите в комментах с чем именно ну и обязательно подписывайтесь на наш канал ссылочка сейчас на экране посмотрите еще один интересный обзор и ссылка на сам смартфон находится где-то вот ну где-то тут я постоянно путаю всем хорошего дня яркого настроения пока